В Туапсинском районе, как и на территории всей Кубани, продолжается кампания по обязательной вакцинации людей в возрасте от 60 лет и старше. Во всех поселениях муниципалитета жителям этой категории вручают индивидуальное приглашение прийти в прививочный пункт. Новомихайловском акцию провели представители администрации. Подробности смотрите далее. В Новомихайловском городском поселении письменное приглашение на вакцинацию пожилым гражданам вручает заместитель главы вместе с председателями ТОС. Во время визита соблюдает антиковидные меры. В процессе беседы разъясняют, какие используются вакцины и в какие сроки нужно сделать прививку. «Пойдём кровь сдадим, чтобы уже наверняка быть, что у нас там антитела или что-то, а потом уже будем делать прививку обязательно». По словам врачей, прививка поможет избежать развития осложнений, таких как вирусная пневмония и тромбозы. Роспотребнадзор рекомендовал пожилым людям вакцинироваться от коронавирусной инфекции в связи с тем, что они находятся в зоне особого риска. «Отношения, честно говоря, двоякое. Ну а так, думаю, что, конечно, нужно пойти сделать эту прививку. Вот сейчас чуть-чуть я простыла, вот как это, я пойду обязательно сделаю». «Вирус, он непростой, необычный. Столько людей во всем мире умирают. И видно, что от этой вакцины, которая есть, она даёт возможность человеку выжить. Это самый главный плюс. А в некоторых случаях, когда небольшой контакт с заражённым, да и возможность и не заразиться. То есть, не стопроцентная гарантия, но, по крайней мере, в этом случае, когда есть вопрос жизни и смерти, она даёт процент гарантии 80-90 процентов. Это очень высокий процент. Поэтому, конечно, я сторонник вакцинации». Сам замглавы поселения Левкаустов прошёл вакцинацию от ковид, как и вся его семья. Сотрудники культурного отдела администрации также сделали прививку. «У нас 100% сотрудников вакцинированы. Все выполнили данные указания в срок, своевременно. Сейчас даже подходит время у тех, кто более ответственно подошёл к этому вопросу и заранее поставил себе два компонента вакцины. Значит, уже подходит период к превакцинации». Индивидуальные уведомления в Туапсинском районе уже получили больше 4,5 тысячи жителей в возрасте 60+. В Новомихайловском поселении на сегодня выдано 600 приглашений. «Люди как-то принимают всё это с пониманием, потому что такая сейчас ситуация, такая беда, что лучше, как говорится, вакцинироваться, чем потерять жизнь. Правильно?» «87% вакцинированы в Китае. Это огромный процент. И в этой стране на сегодняшний день очень мало заболеваемых. Австралия – 90% вакцинации. Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, страны исламского мира – 97% вакцинации. Другие страны, которые тоже европейские, 80-90% вакцинируются. Есть там разные вакцины, в частности наша, «Спутник В». Согласно постановлению губернатора Краснодарского края, сделать прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 люди категории 60+, должны до 13 декабря 2021 года, вторым – до 13 января 2022 года.